Продолжение следует... Еще раз добрый день. У нас стала хорошей традицией собираться здесь раз в три месяца по какому-то поводу. А сегодня мы объявляем о том, что мы начинаем с сегодняшнего дня регистрацию новой политической силы. Название будет «Партия гражданской платформы». Но внимательно меня, пожалуйста, послушайте. Эта партия будет очень специфическая. В этой партии будет состоять всего 500 человек. Это будут представители тех лидеров региональных, которые сформировались во время и правого дела, и президентской кампании. Это те люди, которые разделяют эти ценности, с которыми я шел на выборы. И 6 миллионов человек эти ценности поддержаны. Иначе говоря, в эту партию будут делегированы профессиональные юристы. И единственная цель этой политической партии будет держать лицензию. Для того, чтобы позволить лидерам гражданского общества идти на выборы. Это новая конструкция, которая, на мой взгляд, позволит дать возможность активным лидерам, которым мы будем находить и взращивать, объединять в, если хотите, репутационные и ценностные отношения. И эти люди будут в своих регионах взращиваться снизу, а не сверху. Инициативный человек – это тот, который может самоорганизоваться снизу и пойти осознанно изменять жизнь. Потому что, если мы забыли, политические партии созданы для того, чтобы трансформировать общество, трансформировать нашу жизнь. И в связи, повторюсь, с развитием мировой глобальной экономики и системы информатизации, старая модель больше не работает. С точки зрения нашей политической задачи, мы видим, что называется, приоритет – это муниципальные выборы в городах 500+. У нас 14 миллионников и 23 города 500+. Именно там находятся и более деятельные люди, мы называем это «каркас России». Именно там находятся люди, которые чуть-чуть и переждают основных наших граждан, чуть лучше понимают, куда нужно двигаться вперед. Регистрация будет идти сама по себе. Про дату проведения съезда вы никогда не узнаете, потому что это технический процесс. А никто из нас вступать в партию не будет. Мы все беспартийные. Поэтому эта партия будет давать входной билет активным беспартийным гражданам. Что касается участия в протестах, я в них участие лично принимать не буду, потому что я не вижу позитивной повестки. Я сам принимал участие три раза, тогда, когда видел, что это актуально, что это куда-то движет. Сейчас протестное движение не может выработать нужную повестку. Когда мы сформируем свою повестку или сформирует тот и другой, мы готовы позитивную повестку поддержать. Еще раз говорю, мы против революции. Мы за эволюционное быстрое развитие в рамках действующих законов. У гражданского общества есть возможность влиять на власть и заставлять ее менять. Поэтому в этих протестах я участия не буду принимать. Вопрос к москвичам. Модель у нас такая. Мы будем проводить праймерис, который будет происходить до выборов главы любого муниципального образования. Если по итогам через три года у меня есть шансы выиграть, не просто участвовать, а выиграть, я такую возможность для себя не исключаю. Но это правило будет действовать в отношении всех без исключения. Это профессиональная партия совершенно нового типа. Партия, которая будет давать возможность гражданскому обществу проводить своих совершенно неполитизированных, но деятельных членов, деятельных людей к управлению государством. То есть, по сути, логика очень проста. Ну дай бог, чтобы все получилось. Оно из деревни, из села, из поселка, из городов разных уровней. И нам очень важно, чтобы... Модель у них успешна. И запрос у людей большого села. У нас появляется в виде, мне кажется, один из таких удачных оснований, может быть, облачные технологии. Я вам сказал, люди, они хотят, чтобы на них не вернуть. Вопрос к москвичам. Модель у нас такая. Мы будем проводить праймерис, который будет происходить до выборов главы любого муниципального образования. Если по итогам через три года у меня есть шансы выиграть, не просто участвовать, а выиграть, я такую возможность для себя не исключаю. Но это правило будет действовать в отношении всех без исключения. Мнение у каждого человека...